Смотрим поединок на центральном татаме Лечи Идиев Чечня и Аюб Кожалиев Волгоград Лечи Идиев 92 года рождения, мастер спорта международного класса Он из Аргуна, представляет Динамо и воспитанник Рамзана Ахмарова Чемпион России Ну и Кожалиев Аюб, он 1997 года рождения, из Волгограда Тренируется в обществе Динамо под руководством Яковлева, Алексея, Шекириева, Самбека и Лавенко Виталия Лучший его результат, второе место на гранд-шлеме в городе Казани в 2021 году И он был чемпионом Кубка России 2018 года 50 спортсменов с утра вышли на состязание в этой весовой категории Соперничество было серьезное, здесь были и титулованные И Денис Ярцев, участник Олимпийских игр Победитель многих турниров мирового тура, мировой серии И Прокопчук, Евгений Также участник этих турниров Ну, Евгений здесь как-то, что называется, не фартило Да, вот мне это слово в последнее время нравится В одной из схваток, там, по-моему, это четвертьфинальная была Бросил на Япон По правилам пересмотрели, пон не засчитали Он еще раз бросил, опять не засчитали Вот, с трудом вышел Потом в следующей схватке все-таки проиграл Тоже такая же ситуация была Как-то, ну, вот есть Невезучий день, да? Ну, в любом случае, правила едины для всех И правила знают все спортсмены Соответственно, побеждают сильнейшие По определенным правилам и позициям Ну, и по состоянию готовности, прежде всего На сегодняшний день Не заладилось у Евгения Ну, вот, что касается Хажалеева, Аюба Мог и бы выше, наверное, быть на ступеньку Но, тем не менее, очень достойно борьбу показывал И в каждом поединке он действовал максимально быстро Атаковал и лежа, и стоя Очень хорошо владеет всеми элементами Да и сам спортсмен достаточно хороший опыт имеет Хоть он написал, что у него второе место на Грандшлеме И первое место на Кубке России На многих молодежных первенствах Европы и мира он был с медалями Аюба Хаджалеев уступил в полуфинале Армену Агайяну Ну, соответственно Диев Леча проиграл в четверть финале Он через утешительные поединки пробивался В этот малый финал Два уже Хаджалеева шидо Многовато Даже половина схватки не прошла Не просто, не просто будет Хаджалееву реабилитироваться после этих двух шид Нужно атаку делать А ввиду того, что он завязывается в захвате Вот эта свежесть, о которой я говорил Которая была у него в начальных поединках Она куда-то ушла Ну, не зря, наверное, сказал что-то не то Да, в адрес Кожалеева Но, опять же, он быстро подготовил тут же атаку Видимо, услышал, что надо атаковать Ты сам понимаешь, что все-таки два шида Два шида нужно наращивать Наращивать преимущество И такой необычный А вот смотри Для техники атака Интересная ситуация Он в Азаре сделал Но у него две минуты остается И два шида Такой шанс у Идиева Дальше, наверное, нарастить преимущество Вот достаточно просто с опережением Быстро подворачиваться Так обозначать, что технику И есть шанс выиграть Ну, знаете, что скажу Ведя в Азаре, все-таки, мне кажется Тут просто нужно Выключиться полностью, чтобы проиграть Не знаю, как это будет В отношении Идиева скажу Что он тоже яркий Он тоже бросковый спортсмен И, по всей видимости, он не будет уповать на только Чтобы дали шида А будут попытки проведения В его исполнении мы еще не раз, наверное, увидим Будет атаковать своего соперника Соседям татами 0-0 Там бронзовый матч Сана-Буя-Херел Это Тюмень, Урал И уральский федеральный округ представляет И москвич Али Турсунов Пробовал Хажалеев сейчас сделать атаку Но вот Подсечку Не сдалась сразу Потому что не было подготовки руками Никакой сделан Не вывел, да Обычно на опорную ножку нужно вывести Когда проходит Поставить Есть захват надежный у Хажалеева Но ему тоже застаиваться нельзя Потому что если оба будут стоять И не атаковать Это будет роковой третий шидер Ну то, о чем я говорю Если бы похитрее провел поединок Лечь иди Вот, вот, вот Вот, вот Зря, зря Происходит Ведя в Азаре Нельзя допускать таких оплошностей Потому что это может просто закончиться третьим шидом Позволил себе, что называется, захватами согнуть И сейчас ему вообще нельзя ошибаться Хорошо, что первый пошел в захват, в атаку Была атака хорошая в мельнице И за 40 секунд сможет ли Идиев Большим темпом добиться победы Или атакой, хорошая атака броском Еще один бросок на воздать Ну вот, не знаю, был ли у Азаре Один локоть я видел и ягодицы А был ли второй локоть Тут нужно посмотреть обязательно Потому что арбитр сейчас будет делать просмотр Один локоть, на мой взгляд, да Отменяет Да, отменяет Очень тяжело Очень тяжело Хажалиеву прям функционально подсел здорово И вот сейчас вот это перевязывание пояса очень его выручит Ну, за 28 секунд оставшихся ему нужно сейчас продышаться хорошо Насыститься кислородом и выдержать Улечит последний шанс Не знаю, часто используют это как тактическую уловку, перевязку пояса Если бы он демонстративно сделал это точно без команды судей Могли наказать, команду дали Сейчас нельзя самому перевязывать пояс Попытку проведения сейчас мы видим А я их зря ушел А я их приема через голову Леча ошибся тактически сейчас И вот упускает он время Упускает время Если вот сейчас Хажалиев продолжит атаку в положении лежа Он одержит победу 4 секунды это вообще небольшое количество времени Ну, все, все, время закончено Да Вазаре проиграл И бронзовым медалистом становится Хажалиев А у нас на соседнем татаме Сана Абуя Херел Чистым броском выиграл бронзу Но объявляется наш бронзовый медалист Вернее, бронзовый медалист на этом татаме Две бронзовые мы все знаем Хажали и Паю Представляющие Волгоградскую область И ждем Ждем окончательного поединка, да, Владимир? Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok